Ассоциация курортных городов России Ассоциация курортных городов России Ассоциация курортных городов России Мы поговорим с генеральным директором Ассоциации курортных городов России Наш гость сегодня Анатолий Луцик Здравствуйте, Анатолий Николаевич Добрый день Итак, буквально недавно в Ассоциацию вошел еще один город И теперь их 11 Что это за города и по какому принципу они входят в Ассоциацию? Города мы можем перечислить Мы предложили городам, прежде всего это Краснодарского края Республика Крым и Ставропольского края, и Алтайского края С Алтайского края у нас ходит один город Это Белокуриха С Краснодарского края это Сочи Анапа, Ейск, Новороссийск, Горячий ключ С Крыма Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия Ну, Феодосия сейчас как будет кандидатами входить Феодосия, Евпатория, Алушта Вот Крым Естественно, мы провели большую работу на данном форуме, который проходил На круглом столе Это группа курортов Каменводы Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Сентуки Ну, в принципе, у нас получается, что если мы где-то дома поработаем до февраля с ними То у нас будет порядка 17 курортных городов в России Мы еще не получили название России, мы над ним работаем Все впереди Ну и по какому же принципу? Почему именно эти города? Вы знаете как? Это была инициатива главы города Анатолия Николаевича Пахомова В феврале месяце мы собрались в Москве В агентстве по туризму, в федеральном агентстве по туризму И провели первую такую встречу Что такая ассоциация необходима для того, чтобы, концердируя все усилия Чтобы внутренний туризм стал индустрией Вы знаете, сплотить все эти возможности, чтобы можно было работать в одном направлении Потому что сегодня и в области законодательства И в самых муниципалитетах курортных Очень довольно-таки много накопившихся вопросов Которые не решаются Не решаются потому, что что-то не хотят Но вы понимаете, все зависит от экономики, развития экономики От возможностей бюджетных возможностей Насколько сегодня города зависят от этого всего И есть вопросы, которые очень схожи, очень похожи и так далее Но, допустим, первый вопрос, который города часто задавали Обязательно классификация объекта Мы ее прошли как курортный город, подготовка к Олимпиаде А в других городах она не обязательна И они провели свою инициативу, чтобы она стала обязательной Вопросы такие, как авиаперевозки, дорогие авиабилеты, снижение Социальные программы, о которых мы с вами будем еще говорить Это был не принцип, а желание этих городов, которые я назвал обиниться Получается, что от членства в ассоциации курорты получают одни плюсы Одни плюсы И если взять последнюю рабочую встречу, которую мы провели 24-й круглый стол Они поняли, что это не политика, а экономика Во время круглого стола в Сочи члены ассоциации подписали резолюцию О расширении программы «Открытый юг» на федеральном уровне Давайте напомним тем, кто не в курсе, в чем суть этой программы Вы знаете, прежде всего это партийный проект, скажем так Мы с такой инициативой вышли на региональный полицовет партии Единая Россия Краснодарского края Данная программа на полицовете была принята и одобрена Создана рабочая группа Решение таково, что мы до 1 марта должны подготовить перечень документов Обосновать как экономическую, так и политическую необходимость этой программы Я постараюсь коротко сказать Вы понимаете, что в сложившихся экономических условиях сегодняшнего дня Довольно-таки определенной группе людей довольно-таки тяжело Ну, как бы не совсем высокой заработной платой Это же наши бюджетники, учителя, врачи Работники ряда предприятий, агропромышленного комплекса И на что направлена программа? Если мы примем ее на федеральном уровне При поддержке партии Единая Россия Это прежде всего даст возможность тем людям поехать, подохнуть В период месезонья, ну скажем, период какой, как мы называем, открытый юг С 1 октября по 31 мая Путевка в среднем 14 дней Это тот стандарт, который определен сегодня Минздрава Что это дает в регионах? В регионах, ну давайте так представим, что из региона поедет от 3 до 5 тысяч Учителей и врачей Насколько с ними социальная нагрузка? Люди почувствуют, что о них идет забота Государство Мы хотим, чтобы предприятия поддержали своих работников от 25 до 50 и то и выше В погашении стоимости путевки Сегодня закон позволяет принять на законодательном уровне регионов, субъектов Допустим, заложить бюджет, ту же субсидию для данных путевок, хотя бы на 50% Вот, допустим, мы берем с расчета 3 или 5 тысяч врачей и учителей, что могут поехать с региона В бюджете это составит, и мы брали за расчета 1600 рублей за один койка день Это составит примерно, если 50% погашает регион, то это где-то 35-56 миллионов в бюджете Ну, в принципе, это, конечно, сегодня значимая сумма, но не такая-то большая для региона Но представьте, 3 или 5 тысяч чулей, которые отдохнут на курортах России Крыма, города Сочи, Краснодарского края, Ставрополья, это очень важно А зачем нужна трансляция сочинского опыта в этой программе на федеральный уровень? Проще говоря, какие еще курорты, помимо черноморских, смогут туда включиться? Почему нужна трансляция? Ну, я скажу так, у нас Россия одна, единая И сегодня Сочи имеет очень положительную динамика Сочи Сегодня, кто приезжает в Сочи, даже мы возьмем форум, да Сегодня Сочи сравнивается с мировым курортом У нас так и есть, сегодня Сочи мировой курорт И по некоторым позициям, даже где-то выше, очень знаменитый курорт Я, конечно, не хочу называть, что не рекламировать курорты, да Сегодня Сочи очень крупный курорт, показательный курорт Я привожу такое маленькое сравнение Допустим, Сочи принимает порядка 5 миллионов в год Эта цифра официально озвучена Только город Сочи Краснодарский край там 9-9,5 То есть все курорты Краснодарского края, они сливаются Каменводы, вот мы разговаривали на круглом столе Допустим, ну где-то в общей сложности 4 курорта принимает до 1 миллиона человек Вот можно представить динамику Сочи Благодаря Олимпиаде мы получили совершенно другой город Совершенно другой город С возможностями У нас увеличили количество койко-мес У нас построены прекрасные отели 4-5 звездочные У нас прошли конструкцию все санаторно-курортные учреждения То есть сегодня Сочи флагман И как не равняться на Сочи И Сочи, я думаю, что обязан поделиться с Крымом А Крым нам нужно поддержать И вы это прекрасно понимаете И мы готовы работать Мы думали, что, понимаете, в Ставрополе не так-то много Но в Каменводах, в санаториях, в городах, которых я называл, там, Пятигорск, Иссентюки, Кислово-Железноводск Не так-то много объектов санаторно-курортных учреждений Они в основном это ведомственные Но мы понимали, что они загружены Но они тоже, у них есть потребность загрузки И именно вот период Осенний, зимний, весенний период Мы переговорили И мы с ними планируем где-то в конце января провести круглый стол Разобрать все экономические вопросы Посмотреть, насколько это будет выгодно Увязать себя с перелетами, с ЖД-билетом и так далее И, естественно, будет принято решение Вступление в ассоциацию Потому что, прежде всего, экономика Мы должны понимать, что в этом они заинтересованы Анатолий Николаевич, не секрет, что сегодня внутренний туризм Не такой уж и дешевый, как мечтают россияне Об этом шла речь и на недавнем международном туристском форуме в Сочи Так вот, что мешает сделать туры внутри страны дешевле? Вы знаете, в этом должны заинтересованы быть все Я скажу так, должна быть политическая воля Раз Я скажу, что правительство должно видеть в туризме индустрию То есть то, что приносит доход в бюджет То, что дает рабочие места сегодня Я думаю, что авиаперевозчики должны понимать и видеть Мы не можем, мы прекрасно понимаем, что у нас Сколько мы боролись, когда я еще работал в городском собрании И когда представился это директору объединения Мы пытались сдвинуться с мертвой точки вопрос с НДС, внутренней НДС Потому что везетной туризм у нас без НДС, авиаперелет А внутри мы сталкиваемся Все-таки это значительная часть суммы Мы реально понимаем необходимость наполнения нашего бюджета Что не всегда это возможно сделать Но вы понимаете, если брать Турцию Они очень мобильные, очень слаженные Я имею ввиду государство, власть Туроператоры, авиаперевозчики Они четко понимают, что если они сегодня смогут понизить Как бы до самого минимума Они от работы 2-3 года, они наберут объемы И человек привыкает к данному курорту Потом же они нужно столько угадывать И они постепенно поднимут цены до того уровня Который они будут как бы приемлемы Я называю такое слово приемлемы Почему у нас это не сделать? Понимаете, сегодня в Сочи мы заполняем Благодаря тому, что город развился Город стал другим, он мировым стал Естественно, экономические условия в мире, они влияют Мы сами понимаем, что когда доллар был 30 Сегодня он там 60 Это, конечно, большая разница И уровень зарплаты у нас создал в рублемой эквиваленте Мы ее не считаем в долларах И понятно, что тяжелее сегодня куда-то уехать И лучше развивать наши курорты Да я считаю, и вклады в нашу страну намного лучше И отдача будет больше Просто это должна стать индустрией И от правительства От авиаперевозчиков, собственников Собственников отелей Директора иногда не решают эти вопросы Собственник должен видеть И заинтересован быть в этом Что если он где-то подвигается По ценовой политике, по прайсу То он понимает, что через определенное время Он к чему-то придет То есть программа, стратегия должна быть понятна Всем участникам данного рынка Понимаете, вот допустим, прошел форум Да, там было высказано Допустим Зал сидел и говорил о своем Зал хотел каких-то перемен И те вопросы, которые бы озвучились И были решены Президиум, он озвучивал вопросы Кто-то просто отчитывался Допустим, я не буду называть Допустим, это не город Сочи Другие курорты Оригинальные они отчитывались Сколько они приняли и так далее Но это хорошо Это показатели А скажите, как вы будете принимать Как вы будете работать Как вы будете встречать Чтобы сделали дорогу Чтобы сделали какие-то кассивные объекты Чем это стало лучше Что в следующем году Для туроператора агент Улучшится Да, какие условия будут с авиаперевозчиками Железнодорогой и так далее С РЖД Вот, что лучше Вот почему мы запускаем программу Открытый Юг Я думаю, что на федеральном уровне Мы попросили наши города Чтобы они подумали, как она будет называться в будущем То есть, может, Антоник Голович Предложил такое Как у нас было на Гербург Сочи Который держался Здоровье трудящимся Может, она будет просто называться здоровье Потому что на федеральном уровне Надо выходить уже с другим названием Открытый Юг Ну, Юг это Краснодарский край Возможно, Крым Но не Старопольский край Понимаете? И не Алтай, естественно Здесь надо искать Вот, знаете Вот, хорошее название Но дело не в названии Дело в действии В самой программе Если программа заработает Я сказал, что будут включены И вы перевозчики И поддержка партии Через регионы Местные отделения На предприятиях Соковыдельные предприятия То есть, она доведена Должна быть до каждого И тогда мы получим Вот эту социальную поддержку Которая сегодня необходима И тем самым Поддержим наши курорты В миссезоне Понимаете? По нормальным ценам Вот губернатор Краснодарского края Кондратий Венианович Он, выступая на форуме Он четко сказал В конце такую фразу Надо двигаться Надо делать движение Понимаете? Надо что-то создавать Надо делать Создавать какой-то продукт Политика Краснодарского края Очень довольно-таки Последовательная Она результативная Мы прекрасно видим Как Сочи Мы знаем Как развивается Геленджик Геленджик тоже В принципе Изюминка У моря Я как бы был Геленджик Я могу о нем говорить Как изменилась Анапа Ну, это не сравнимо С курортами Крыма К сожалению Я скажу так И Краснодарский край Он, смотрите Если брать количество Отдыхающих То у нас По статистике Оно не снижается Как бы не было Трудность с экономикой Как бы она не менялась Как бы не менялись Внутренние Международные условия Да, мы с ним В области экономики Все равно Краснодарский край Находит Те механизмы И те решения Вопросов Которые сегодня приносят И ощутим результат Об альтернативных Видах отдыха В том числе О развитии Въездного туризма Говорили в ходе Деловых программ Международного Туристского форума Предлагаю посмотреть Видеосюжеты СИФТ 2017 Паломнические экскурсии В Керчь Незабываемые путешествия В Воронеж Промышленный туризм В Ижевске В этих павильонах Кажется, предлагают Самые необычные И эксклюзивные Виды отдыха Четвертый Международный Туристский форум Открылся сегодня В Сочи Для индустрии Одно из главных Событий года И в особенности Для Краснодарского края Где есть горы Два моря И тысячи гостиниц Сделать курорты Краснодарского края Лучше Мы можем только Все вместе Не делясь на Того Кто это будет Делать Не будет Делать Чья это компетенция Чья это Прерогатива Или ответственность И туроператоры И представители власти И представители Санктурно-курортного Комплекса Мы все вместе Можем сделать Наши курорты Лучшими в мире У нас для этого Есть все возможности На саммите Собрались те Для кого отдых Это работа Руководители крупнейших Туроператоров России Управляющие сетевых отелей И владельцы небольших гостиниц Мэры курортных городов У всех была возможность Напрямую задать вопросы Главеру с туризмой Губернатору Краснодарского края Главного курорта страны А переживания по поводу отдыха В нашей стране есть И пожалуй самое главное Угроза снижения внутреннего потока Из-за большого количества Предложений в Турции Однако бояться Главного конкурента Кубани По Черноморскому побережью Не стоит Уверены эксперты Это тот случай Когда есть шанс Улучшить собственный сервис И развивать альтернативные Программы отдыха Например Здоровительный туризм Я хотел бы особенно Отметить Краснодарский край Который активно Включился в эту работу Так порядка 40 Санаториев и больнелечебниц С октября по апрель Предоставляют скидки На свои услуги От 5 до 50% Тем самым Мы создаем условия Для того чтобы Все слои нашего населения Имеющие разный уровень Достатка могли бы Отдохнуть на море Получить лечение Краснодарский край Без лишней рекламы Остается самым популярным Направлением Для внутреннего туризма В этом году На Кубани Отдохнули около 16 Миллионов человек И это больше Чем общее количество Россиян Поехавших Расслабляться за границу Конечно Главным центром Притяжения Становятся море И пляжи Поэтому развитие Инфраструктуры В курортных городах Региона Один из важнейших Инструментов В борьбе за туриста Что вы как мэр Хотите получить Из города Анапы Или мировой курорт А для этого есть все возможности Или спальный район Какого-то крупного города Здесь Это регулирование Находится в ваших руках Как любого Курортного мэра Как Иоанна Николаевича Как и вы Как и глава Гержака И ОПС Тоже у нас И Азовская Попережья То есть Курорт нужно делать Курорт нужно делать И где-то на самом деле Может быть И убеждать бизнес Что не только Хорошая прибыль При строительстве домов А еще есть И прибыль Конечно От курорта Как Деток бизнеса Чтобы стать первым На очень конкурентном рынке Кубанским курортам Необходимо переходить На круглогодичный режим работы Ведь занимать Отдыхающих Можно не только пляжами Все больше популярности Набирает событий На туризм Когда центром развлечений Становятся музыкальные фестивали Спортивные соревнования Или деловые конференции Процесс должен быть непрерывным То есть Оказание услуг А для этого Конечно Мы должны найти Те якорные фишки Те якоря Которые позволят Туристу Отдыхающему Комфортно себя чувствовать И зимой И осенью И весной На туристском форуме В Сочи Говорили и о структурных Изменениях Которые нужны Отрасли Чтобы развиваться дальше Сейчас Например Обсуждается вопрос О возможности Выдачи электронных виз Для отдыха В столице Зимних олимпийских игр Это позволит Увеличить поток Иностранных курортников Серьезно Специалисты Задумались И над судьбой Небольших Частных гостиниц Не исключено Что туроператоры Будут включать Их в свои Пакетные предложения Олег Сафонов Отметил Что руководство Страны Приветствует Факт увеличения Потока Иностранных туристов В том числе На курортах Краснодарского края И главное Что регион И в частности Сочи Готов к приему Отдыхающих Из-за границы Курорт мирового уровня Подчеркнул Руководитель Федерального агентства По туризму По качеству обслуживания Во многом Превышает Известные Мировые курорты Мы неоднократно Говорили о том Что конечно же Анатолий Николаевич Было бы хорошо Кланировать И его распределить По территории Нашей страны Но опыт Сочи Опыт Краснодарского края Мы призываем Использовать Конечно же В интересах Развития Экономики Социальной сферы Российской Федерации С людям Кстати Мы говорили о том Каким образом И как Вести работу И привлекать В Сочи В частности Японских туристов Поэтому Эта работа ведется Мы очень заинтересованы В увеличении Въездного Подобра Иностранных туристов И сделаем все Чтобы Действительно Как можно больше Иностранцев Приезжало В город Сочи В целом В Краснодарский край Работает над увеличением Въездного туризма И сам регион Добавил губернатор Краснодарского края Реклама Регулярное транспортное сообщение Все эти вопросы решаются Но присоединиться К работе Необходимо И санаторно-курортному Бизнесу Который В отличие от тех же Туроператоров Занимает пассивную позицию Говорит Кондратьев Мы не говорили Что падает У кого-то там Поток туристов Отдыхающих Я думаю Существует Япония падала Они были более активны Они даже были более агрессивны Очень вопрос Они должны Быть первыми Которые будут Зывать туроператоров Они должны Задавать условия И для отдыхающих И для туроператоров Они должны Готовить определенные Бонусы для туроператоров За то что Они тоже Приведут им турист И мы должны Вместе Я уже сказал Только вместе И российского туриста И сохранить И отдыхающего И приумножить Ну а иностранного Это огромный труд Но он тоже совместный Затронули журналисты Вопрос безопасности В крае Который посчитали Самым актуальным На фоне Непростых Геополитических событий Слава Богу Что Россия И курорты Краснодарского края Самая безопасная Часть и сегодня Места На всей нашей планете Первый показатель Это международные форумы Которые проходят В Сочи На высочайшем уровне И вы сами Их очень много Проходит Даже Самый крупный Форум молодежи студентов Кубок конфедерации Футбола То есть Это различные Саммиты Грандиозные мероприятия С огромным количеством Людей С огромным Форумом молодежи студентов Более 6 тысяч Человек Здесь находилось На момент И даже Элементы Какой-либо Угрозы Проведения Ни одного мероприятия Сесть на небо Это то Что даже нам не нужно Себя рекламировать Здесь ситуация И вот Говорит само на себе То, что Сочи Самый безопасный город страны Признали и россияне Данные соцопроса Привел глава города Анатолий Пахомов Я подтвержу Что на самом деле В крае Беспрецедентная работа проводится У нас есть казачество Вот пляжные территории Я просто похвали В этом году На пляжных территориях У нас не было Ни одного Права нарушить Я не говорю о преступлении И только благодаря тому Что по инициативе Губернатора Дополнительно К техническим средствам Это полторы тысячи камер Которые смотрят За этим Всем богатцам Вот Вы еще Физические люди Это казаки В форме Которые Кромносуточно Существовали Там в контор Ну результат сам очередитель Поэтому еще раз Подтверждаем Что мы действительно Самый безопасный Регион Интерес журналисты Проявили и к вопросу Использования В том числе В Краснодарском крае Высоких технологических решений Речь идет о криптовалюте И системе блокчейна Алекс Афонов отметил Что цифровая экономика В стране Стремительно развивается И скоро в России Появится такая Новая государственная Информационная система Как электронная путевка Что же касается Непосредственно Сочи То здесь Подчеркнул Пахомов Уже летом Будет внедрена Программа «Умный город» Проект, который еще Называют электронным Сообществом Призван повысить Качество жизни Горожан и гостей Курорта За счет использования Современных Информационных Технологий А готовы ли Средства размещения В рамках программы Открытый юг Держать фиксированную цену Зачастую уже Срабатывает курортная Горячка А туристов много Едут Значит можно задирать цены Вы прекрасно понимаете Что спрос Рождает предложение Вы знаете Но как есть такой Как бы анекдот Я возьму С этого анекдота Извините Такую маленькую выдержку Не всегда так будет То есть условия Всегда будут меняться И Вы знаете В миссезоне Не все загружены На 100% У нас средняя загрузка Я не помню Сейчас порядка 86-87% По году Есть уровни Санаторно-куратных комплексов Двух Трех Там звезд Да По разной классификации Которые должны Как бы загружаться Я думаю Что такое сбалансирована цена Знаете как Если Разумно посчитать Стоимость Она может быть В чем разная Ее можно сделать С октября По май Единую То есть Если Как бы Объект размещения Будет понимать Что он будет загружен Примерно За этот период На столько-то процентов Или в месяц Он будет получать Такое-то количество людей Но Мы это сможем сделать Нужно Необходимо будет Набрать разгон Мы не рискуем Но знаете как Любой пилотный проект Любой проект Который запускается Он всегда набирает старт Вот этот старт Будет набран В 2018 году Если брать Регион Краснодарского края Не только город Сочи Да Ну город Сочи Понятен Нам сегодня Как бы стабильно идет Но брать И другие курорты Которые я называл Единственное отличие В чем может быть Вы знаете Что у нас Объекты размещения Они разного класса От 5 звезд До 3 До 2 Естественно Самая политика Как бы мы не понижали Я думаю Что она снизится С учетом летнего периода Ну где-то в 50% Плюс перевозка Плюс льготы По закрытию путевки И это будет Нормальная стоимость путевки Понимаете как Единственное В рамках Круглого стола Ассоциации Я не могу взять кредит Чтобы закупить Допустим Небольшие суда На 20 25 30 человек Которые готовы Курсировать С Ялты Новороссийск Геленджик Сочи Но они не могут взять кредит В наших банках Понимаете Нужна государственная Какая-то поддержка То есть Чем выше будет конкуренция Тем будет ниже цена У нас есть корабли Есть Ялты Что осталось Из нашего советского периода Но Им тоже нужна Какая-то реконструкция Какие-то вложения Но я скажу Что там Князь Владимир Антон Николаевич Рассказывал об этом Пахомов Нужны административные Не ресурсы А административная поддержка Бизнеса Которая пойдет В этом направлении Понимаете Может быть Те же причалы Возможности захода туда Я не говорю что-то Как бы согласно Морского права Все должно соблюдаться Но Где-то есть механизмы Которые тормозят Эту ситуацию То есть Сегодня нужно использовать То, что есть А оно должно быть В безопасном режиме Работать И необходимо развитие Необходимо поддержать Данных предпринимателей Которые готовы Работать в этом направлении Понимаете Если человек бьется Не может получить кредит 1 миллион долларов Ну я извиняюсь Там 6 миллионов рублей Он рассчитал Сделал бизнес-план В банк Говорит Ну вы знаете Я возьму в Италию Я возьму в Турции Он готов заказать Никто это делать не будет Понимаете Если в нас появятся Эти суда Небольшие Тогда появятся возможности У людей Это очень интересная программа Потому что Представьте Когда вы находитесь Там На отдыхе А что бы нести Здесь в Крым Слетать Здесь Час 10 Час 20 Там В зависимости Как самолет летит Но по морю пройти Зайти в одном городе Что-то посмотреть Пофотографироваться Выйти Это всегда было интересно В Греции Курсировать между островами Это направление Оно должно развиваться Но раз на таком уровне Эту тему затронули Можно рассчитывать На какие-то подвижки Вы знаете Мы будем делать Еще одну резолюцию Обращение По-видимому В уровне власти И В администрацию президента И в правительство Я думаю Что будем искать Пути решения Будем двигаться Как сказал губернатор Хорошо В резолюцию Члены ассоциации Обратились в правительство России С просьбой Передать контроль За средствами Размещения Органам местного самоуправления Для чего? Это немножко не так Это имеется За средствами управления Это малыми Средними гостиницами Ну я бы сказал То что имеет Менее 50 номеров Это дома приема Больше всего Вы понимаете Потому что Не все они прошли Классификацию Раз А если они прошли Классификацию То они сегодня Не в поле Администрации Не в поле Не в налоговом поле Понимаете Как бы Люди работают Сами на себя А государство Представляет им возможности То есть Или это может быть Вмененный доход Надо посмотреть Налоговую базу Что пересмотреть И администрация Управления по курортам И так далее Они более живо работают С этими вопросами И пополнение бюджета Бюджета всех уровней Мы заинтересованы Больше всех Я уже говорю Как от имени города Администрации Понимая эту ситуацию Я думаю Что все-таки Было бы оставить Малыми Средством размещения Оставить все-таки За административные ресурсы Анатолий Николаевич Спасибо вам огромное За исчерпывающие ответы Спасибо вам За то, что стали гостем Нашей программы Спасибо вам Спасибо, удачи Напомню Гостем нашей программы Сегодня был Генеральный директор Ассоциации курортных городов России Анатолий Луцик На сегодня все Будьте в курсе Всех событий города Сочи До встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон»